Всем добрый день! Большой привет! Это вы утром наблюдали, как я стою с кровати и вижу мышей от Моны, которых она приносит ночью. Иногда бывает такое, что там не только мыши, а еще какие-то игрушки вот так вот, знаете, цепочкой в комнате идут. Очень смешно. Она иногда может принести и чуть-чуть поплакать ночью, чтобы с ней поиграли. Бежит, бежит, бежит. Что такое, Маняшик? Я просто сейчас на танцах была, мы с Лешей отъезжали, она, видно, соскутилась, скажи. Да? Да, Маняш? Ой! Смотрите, какие цветочки я сегодня, получается, выбрасывала все, которые пропали. С Лешиных цветов и папанных мне было жалко выбрасывать бутоны, поэтому я те лепестки, которые совсем пораскрывались и засохли, выбросила, эти бутоны оставила. Я не знаю, вообще откроются они или нет, но мне даже так нравится. Они просто, ну, очень крепкие и жалко как-то выбрасывать цветы, когда еще они наполовину живые. Самвеловые розы меня вообще удивили. Мало того, что они, ну, действительно красивые, стоят долго, я их сегодня все подрезала и увидела на каждом стебельке маленькие листики. Смотрите, it's a life! Я вообще очень удивилась. Вот на каждом столбике новая жизнь. И вообще очень красиво эти розы смотрятся. Я даже убрала листья. В общем, мне кажется, что без листьев прям благородно-благородно. Света у нас сегодня нет с 12 до 4, поэтому я себе грею гречку и отбивную на сковороде. Вот так вот. Очень хочется есть. Я сегодня опять не обедала перед танцами, а когда приезжала после танцев уже почти 4. Ну, то есть это уже и не обед. Я даже не знаю, как это называть. Такое супертишок. А вообще, друзья, как вы поняли уже по названию видео, у нас с вами сегодня обзор. Обзор коробочки. Сейчас, Монка, встаньте, уверена. Посылочка пришла из европейского магазинчика «Еврокромница», о котором вы уже знаете. Я познакомилась с ним очень много раз, потому что его владелица Ирина, наша зрительница частенько присылает нам посылки оттуда, за что мы очень благодарны, потому что это безумно приятно. И Ира перед Новым годом присылала свой, господи, или сказала «Штолин, нам безумно понравился. Он реально был очень-очень вкусный». Я это запомнила, очень оценила. Это было настолько душевно. Поэтому всегда получать эти посылки приятно не только из-за содержимого, а из-за того, что человек присылает от души. Поэтому сейчас будем смотреть, что здесь за продукты. Сразу скажу, что и в этот раз девушка сделала огромный подарок для меня и моей аудитории, и дали 5% на заказ. Просто напишите, что вы от меня. Ссылка на магазин будет в описании. Я считаю, что это и так очень классно, потому что, ну, скидка 5%, потому что цены низкие на товар, и можно заказать много чего, много чего попробовать. В общем, давайте смотреть. Ой! Монка! Сколько всего, Монка! А зачем ей яйца, когда есть вот это, да? Так, батюшки, боже! Капец! Так, давайте начнем с того, что лежит сверху. Это батончики такие от фирмы Торрес. Уже я вам их показывала. Настевии ягодные. Надо как-то растягивать все эти сладости, а то сейчас сидишь и ешь с Нового года то, что осталось. Оно нифига не полезное. Все с сахаром Деда Мороза сегодня жевала от родителей, которые подарили мне. Так, это с мятой. Тоже, кстати, вот эти прикольные с мятой. Действительно, она очень хорошо ощущается в этих батончиках. Такие. Всего по два. Это у нас какой? А, это с апельсином. Так, а он что, один? Он, кажется, один, да. Не важно. А, нет, два. Наверное, два. Надо достать, чтобы все было красивенько. Подождите. Да, вот он второй. Поехали дальше. Ого! Такой шоколадки у нас, кажется, еще не было Торрес. Это какая-то новенькая. Видимо, молочная, да, с орехами. И тоже, наверное, без сахара, что очень классно. Очень большая шоколадка. Сколько здесь грамм? 200 грамм. Такая большая. Раз. Потом вижу розовый шоколад. Ой. Вот такой красивый розовый шоколад. 100 грамм здесь плиточка. Спасибо. Я как-то покупала розовый шоколад для глазури на рулет. Такой интересный этот шоколад. Ух ты! Темный с кокосом. Вот это необычное сочетание. Тоже от Торрес. Такой мы еще тоже не пробовали. Это прям что-то очень новенькое. Вот какао вот этот мне безумно понравился. По-моему, в прошлый раз был точно такой же. Очень классный, насыщенный, темный, ароматный какао, которого нужно добавить там вот чуть-чуть, чтобы ощутить вкус и в напитке, и в выпечке. Потому что есть какао такой бледный, сколько ты его не добавляй, но никакого вкуса, аромата, ничего. Вот это классный какао. Большое спасибо. Так, что это у нас такое интересное? Это чаек. А, вот эти чаи нам очень понравились. Бастык или бастык. Я не знаю, как правильно произнести. Произнести. О, вот что во виспо. На польский чай какой-то. Мон. Залезла в рюкзак, Леша. Бош. Так, это что у нас? Яблоко здесь. По-моему, у нас был или такой, или похожий. Ну, вкус. Очень вкусные чаечки. Они у нас быстро закончились достаточно. Будем пить. Так, еще шоколадки. Такие у нас были как-то. Они похожи на вот эти вот киндер. Шоколадки маленькие. Так, одна вот с клубникой. Может быть... Хотела сказать клубника со сливками. Не знаю. Ну, может быть и потом... А, нет, это йогурт. Йогурт. Йогурт и клубника. Вот такие вот дольки шоколада. Потом... Это как Ору, да? Да, Ору. Вот это прикольная была шоколадка. Шоколадки сладенькие, прикольные. Можно делиться. Спасибо большое. Боже, сколько сладостей. Эти шоколадки, это вообще моя огромная любовь. Особенно белые. Белые, это вообще топчик. Вот такая вот белая с клубникой. Куда-то фокус девается. Непоятно куда. Раз. Потом вот такая вот... А, еще молочная с орехом. Очень вкусная у Тороса. Вообще просто супер. Молочная с фундуком. Потом... О! С ягодами коджи белая. По-моему, у нас такой еще не было. А если и было, то я проглотила и не заметила с Лешей. Черная с апельсином. Такое классическое уже сочетание. И с киви тоже очень прикольное. Тоже белая. Шоколадка. Ой! Так, подвинули, подвинули. Дальше. Что у нас тут? Еще одна огромезная шоколадка. Да, я такие шоколадки иногда у нас встречаю. Но они дороже, чем у Ирины продаются в наших магазинах. Вот видите, какая здоровезная. Это бельгийский шоколад. 300 грамм. Так, это темный шоколад с орехами. Шоколады на год вперед. Ой, это что такое? Боже! Огромный мешок. Килограмм. Боже, а что это? Это, наверное, какой-то напиток, да? Он прям в пакетиках или... Капец, его много. Я не знаю, что это. Я не понимаю. 80... Наверное, это пакетики какого-то напитка. Какого? Понять не могу. Но тут конфетка нарисована. Может, какой-то типа три в одном. Так, надо разобраться. Кто знает, напишите. Я не знаю. Но сама упаковка вообще... Шок! Целый килограмм. Так, это у нас, наверное, кофа. Да. Мокафикс. Какой-то кофе. Чей-то кофе, интересно. Чей кофе? Где написано, чей он? Подождите, я найду. Тут целых полкило. Магдебург. Это где? Что-то мне не помогло. Ладно. Класс, спасибо огромное за кофе. Кофе всегда нужен. Уже полкило. Это тоже очень много. Дальше пошли интересные баночки. Ну, я уже вижу, что здесь рыбка. Рыбка это хорошо. Мы консервами пользуемся активно. Из них можно много чего сделать. Это у нас, по-моему, тунец был. Да, тунец в оливковом масле. Мы уже эти баночки пробовали. Я уже говорила, что это хороший вкусный тунец. Потом вот такого у нас еще не было. Это тоже тунец, да? Какой-то натуральный тунец. Наверное, без всяких там добавок. Так, что тоже очень хорошо. Я не сильно люблю всякие примеси в консервах. Так, раз. Две баночки. Спасибо большое. Для того, две этого. Ой. Мона. Ну, помоги. Сидишь, смотришь. И еще две какие-то банки. Я вижу, что здесь ореховая паста. Да, это с какао. Да, какая-нибудь фундучная паста с какао. Спасибо большое. Леша такой очень любит на завтрак. Он частенько хлебцы рисовые мажет такими штучками и какой-нибудь арахисовой пастой. Ну, маняш. Я все понимаю. Ну, блин. Я еще не достала. Ты уже. О, паштет. Ой, у нас такой был. Это вкусно очень паштет. Ну, по-моему, паштет, да? Это же паштет. Ммм. Я только не помню, с чего он. А пишут террин. Террин. Ну, как пирог. Типа не пирог. Я как-то его даже готовила. Террин, по-моему, он даже не террин. 180 грамм. Франция-производитель. Ой, ну, наверное, шкуриный. А там не знаю. В любом случае, огромное спасибо. Мон, не рой. Там больше ничего нет. Копаешь тут. Сейчас тебя тут закрою и будешь сидеть. Будешь знать. Все, иди. Ай! Эх, Мона! Это больно? Ты, говнюха. Ай! Все, сиди вот тут. Спасибо больше. Смотрите. Боже. Сколько всего. Мне кажется, я вам продемонстрировала чуть ли не весь ассортимент магазина. Гляньте. Класс. Огромнейшее спасибо Ирине. Просто от всего сердца. Это очень-очень приятно. Буду делиться со всеми, как обычно. Потому что, ну, когда приходят такие большие посылки, я не оставляю прям все нам. Всегда чем-то делюсь. Что-то как-то распределю. Потому что это слишком жирно, наверное, даже для нас. Вот это вот интересно. Может распаковать? Я не знаю. Я, наверное, сфоткую, а потом распакую. В общем, напоминаю про ссылочку. Товаров действительно много. Товары проверенные мной. Хорошие, доступные, вкусные и разнообразные. Поэтому ссылочка на магазин в описании. Еще раз спасибо Ире за такой шикарный подарок для нас. И для Моны. Она любит коробки. Я вам рассказывала, что мы собираемся переделывать костюм восточный. Я завтра планирую поехать к дизайнеру. Вот. Она мне все посчитала. Нарисовала эскиз. Очень красивый. Костюм будет просто не узнать. Но мы реально будем его нормально так переделывать. Должны до конкурса успеть. И мне нужно было купить лифт какой-то самый простой. Либо бежевый, либо белый. Тут небольшой даже пушапис. Идеальный на мне сидит. Я купила его в Джулии за 300 гривен. Вообще класс. Ну, мне так и было с черным костюмом. Тоже нужно было купить лифт. И на него уже все нашивается сверху, дополняется. Ну, в общем, я к тому, что если что, если кому-то нужно что-то недорогое, такое простенькое, дышащее, то можно в Джулии посмотреть сейчас. Там реально неплохие цены. А то я буду брать костюм, лифт. Больше мне, в принципе, ничего не надо с собой брать. Хорошее настроение. Если все завтра обговорим, решим, даю задаток. И потом только приеду на примерку еще разок, наверное. И потом уже забирать. Очень хочется. Потому что так с новым костюмом ничего у меня не сложилось. На Алиэкспресс я заказывать тоже не хочу. Потому что... Ну, потому что хороший костюм на Алиэкспресс тоже стоит нормально так денег. И все-таки Китай себя показал, что этот костюм будет ненадолго. У меня голубой костюм был с Алиэкспресс. И он, ну, после года, наверное, эксплуатации начал сыпаться. Ну, то есть он вообще был еще недорогой. Может, если взять нам намного дороже, то как бы и дольше будет служить костюм. Ну, Алиэст Али. И пока я не решилась еще шить, не насобирала. Уже не знаешь, на что собирать. На бреки собирать, на костюм собирать. Тут непонятно вообще, что вокруг тебя происходит. И ты еще думаешь о костюмах и брекетах. Реально. Может быть... Вот, знаете, страшная фраза. Тебя завтра не будет. А ты об этом всем паришься. А с другой стороны, не париться об этом. Это как бы и не жить вовсе. Поэтому я все равно что-то себе планирую. Что-то думаю. Что-то вам за это вот рассказываю. Такое, знаете, что-то простое. Костюмы, зубы, траты, косметика и прочее. Потому что это наша жизнь. И нельзя от этого всего отказываться. Иначе мы себя просто потеряем, мне кажется. Поэтому живем. Ладно, спасибо за внимание, друзья. Приходите в Инстаграм, пишите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне очень приятно, что вы с нами. Берегите себя обязательно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok